Продолжение следует... 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 В каком случае я бы стал читать газеты? Если бы мне мама сказала, что там какая-то ценная информация, мне не мамы, важно, она тебе сказала, что там что-то для твоего блага, я бы взял, почитал. Если бы понравилось, конечно, стал бы написывать. Я бы как-никак следил за ней, посмотрел, потому что это полезная информация, во-первых, не только для студентов, но и для всех людей, потому что многие не знают свои права и не знают, как поступить в той или иной ситуации. Должно быть интересно, в первую очередь, чтобы мне это нужно было, наверное, чтобы я знал, что это мне пойдет на пользу. Мне кажется, даже просто так можно почитать, чтобы знать все, что даже происходит в жизни людей, как происходит жизнь даже не у тебя самого, а у других. Республиканские газеты читаю, и районы, и просто, чтобы быть в курсе о том, что происходит. Сама работаю в этой сфере, но почитать и других тоже важно, чтобы понять оценку и вообще мнение журналистов по тем или иным событиям и вопросам. Ну, я читаю только новости, и все не в бумажном виде. В Владикавказ, которая есть же газета одна, я ее читаю иногда, бывает. Там и бывают интересные статьи, да, там люди рассказывают свои какие-либо истории, и меня это заинтересовывает. Уже, уже интересно. Мы вам сейчас рассказали об этой газете, она вас как-нибудь заинтересовала? Ну, честно говоря, да. Там, может, много чего-то полезного будет в этом плане, и чего, может, я не знаю, ну, можно там прочесть, узнать. И могу другому рассказать. Хоть завтра готов уже читать эту газету. Вот сейчас, несмотря на то, что ее нет в электронном варианте, все равно она меня заинтересовала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!